Вот вы наверняка замечали такую историю, что вот вы в европейскую страну приезжаете, или если вы совсем в маленьком городе живёте, то в Питер приезжаете. Я вот из Москвы, но и когда в Питер приехал, я прям почувствовал, что как-то всё на своих местах, всё как-то правильно, всё как-то хорошо, с душой, качеством и знанием сделано. И когда видишь очередной там какой-нибудь американский сериал, понимаешь, что вот в России ещё очень долго такого не снимут. Поэтому я, например, в своих роликах хвалил картинку в интернах, или качество съёмки сериала «Кухня», или качество съёмки сериала, да даже сериала «Ольга». Очень неплохо вообще для России. Ощущение, что как будто просто вот какая-то высшая сила одаряла вот местности чувством вкуса. Вот сюда вот дам, а сюда вот не дам. Вот восточную Европу прям хорошо сделаю, там вот чуть-чуть вот похуже вот в районе Словакии, а потом пиздец пущу на СНГ, вот блять. И вот эпицентра будет в Тюмени, вот да. На самом деле всё не так. Здрасте, вы на канале Сейна. Чувство вкуса напрямую зависит от воспитания, окружения и образования. Иными словами, крутым модельером вырасти в Венеции гораздо проще, чем, допустим, в Череповце. Наши родители жили во времена, когда за джинсы могли избить, а родители наших родителей жили во времена, когда за одно слово «джинсы» можно было загреметь в какой-нибудь концентрационный лагерь, да. И даже спустя все эти годы мы до сих пор догоняем Запад. Я думаю, все чувствуют это отставание и то, с каким опозданием к нам приходят многие западные тренды. Мы в этом далеко не одиноки. Та же ситуация, например, в Китае, в некоторых других, не, суперразвитых странах. Да даже половина Европы не достаёт как бы до другой половины Европы, по которой все равняются. Но, однако, наша ситуация чуть более уникальна. У нас масло в огонь подливает то, что в своё время, а конкретно в 90-е, люди без какого-либо культурологического воспитания строили страну. И это не речь про то, что они такие все коррумпированные, плохие, вообще в 90-е убивали людей, люди бегали абсолютно голые, вы знаете. Нет, речь про то, что просто им неоткуда было взять это воспитание, образование и понимание о том, какая архитектура, одежда, стиль и вообще, что хорошо, а что плохо. Они действовали по наитию, при этом имея образованность, ну, такого среднего выходца из деревни. И поэтому мы вообще имеем термин евроремонт. Как бы сама Европа к евроремонту отношений не имеет. Это именно представление необразованных людей о том, как бы красиво. И на фоне каких-то советских квартир с ободранными обоями в нулевые года, это действительно смотрелось неплохо, потому что тебе хоть обои поклеили, уже классно, да и мебель какая-никакая. Но на самом деле это все ни к стилю, ни к архитектуре не имеет отношения. Это все продукты безвкусицы. Если вам интересна современная история России, а я считаю, вам должна быть интересна современная история России, вы должны знать, кто такой Лужков. Лужков это бывший мэр Москвы, который ответственен за собственный стиль архитектуры. Потому что, почему я говорю ответственный, потому что, ну, это скорее преступление, чем достижение. Лужковым созданы вот это здание, вот это здание, вот это, например, еще. И, как вы понимаете, они, ну, ну вообще такое себе. И они все в Москве. После знаменитых протестов в Москве Лужков начал строить торговые центры на огромных площадях. Например, была площадь Курского вокзала, стал торговый центр Атриум. Была вот эта площадь, стала вот этот торговый центр. На самом деле никому не нужно столько торговых центров. Сами торговые центры, вы видите, не очень. Но тогда это было советское наследие, люди до сих пор ощущали давление государства. Да и вообще, ну, нельзя их винить в том, что они не ложились под тракторы, чтобы не построили торговые центры. Важно то, что их построили. И торговыми центрами, и Лужковым конкретно все не ограничивалось. Евроремонт сейчас повсюду. Я вообще очень много из информации, которую я говорю в этом и в других роликах, беру с канала Варламова. Подпишитесь на канал Варламова, один из крутейших русскоязычных каналов на Ютубе. Вот вам обязательно нужно рассказывать про архитектуру, очень много интересных вещей. И у него был ролик про храм. Все, что я вам покажу, это фотка храма до и фотка храма после. Ебать! Вот это вот... Это и есть евроремонт. Такими делают школы, детские сады, магазины. Все вокруг строится в этом стиле, потому что одни люди, которые ничего не смыслят в архитектуре и в организации общественных пространств, они начали это делать, ничего не зная. Другие люди все еще ничего не знают, но смотрят на этих и думают, что это нормально. И так у нас вся страна этим дерьмом застроилась. А дальше работает теория разбитых окон, если кто не в курсе. Суть теории разбитых окон в том, что в идеальном районе, где всегда убрано, чисто, все дома в нормальном состоянии, придет туда какой-то маргинальный человек, он вряд ли там даже окурок бросит. Из-за того, что все вокруг красиво и хорошо, он не хочет усирать место, потому что так тут как бы принято. В случае, если вот в этой всей атмосфере появляется одно разбитое окно, то в течение вот просто кратчайшего ближайшего периода все остальное тоже засрется. Потому что упускаешь в каком-то одном месте, в районе становится как бы не очень хорошо уже, уже как бы один кто-то насрал, значит и мне можно насрать. И так срут все. И по этому принципу у нас так во всех сферах. У нас производится тонны безвкусной одежды, делается огромное количество безвкусных продуктов той же рекламы. Вы включите телевизор, посмотрите, эти люди как будто вообще ничего красивого в жизни никогда и не видели. И это не стоит оценивать как отдельные бессознательные поступки отдельных глупых людей или отдельные злые поступки, допустим, каких-нибудь губернаторов проворовавшихся, которые хотят подешевле сделать. Многие из них даже имеют какие-нибудь благие намерения, да, там, построить детский сад. Но он не знает, как сделать хорошо. Он берет и делает еще говно. И что с этой информацией делать вообще? А делать следующее, очень конкретно разграничивать для себя, что является красивым, а что является продуктом безвкусицы. Потому что самое худшее, что может с вами произойти, это если вы сами станете очередным продуктом безвкусицы. Дело в том, что вырастая среди вот таких зданий, там, ходя в такие детские сады, потом школы, потом такие университеты, лечаясь в таких больницах, вы это начинаете принимать за нормальное. И после этого, там, выбирая себе в очередной раз одежду, вы хотите купить, там, не знаю, там, что-нибудь подороже или подольше поискать, чтобы посмотреть какой-то вариант, который вам будет максимально нравиться. Но вы возьмете что-нибудь средненькое. Возьмете что-то такое, ну, вроде ок, ну, вроде как бы, ну, нормально, окей. И вот такое окей по одежде, такое окей потом по отношению к себе еще пару раз. И вот вы уже средний продукт безвкусицы. Вы полностью становитесь частью этой системы, и все. Не имеете отношения ни к чему прекрасному, и ваша жизнь ухудшается. Вот такое же забивание, оно проявляется в людях, когда они по 10 лет сидят в ненавистных им офисах, а потом, блядь, не знаю, вешаются в своей кредитной квартире, потому что, ну, что их жизнь из себя представляет? Везде компромисс. И чтобы подобного не случилось с вами, больше ищите, узнавайте, когда вы видите какое-то, что-то на улице или где угодно, что вам не нравится, кажется ужасным, и вы не понимаете, почему вообще, почему, как так? А все, тем не менее, этим пользуются, то погуглите. Вполне возможно, там этот дом построил Лужков, и он действительно не имеет архитектурной ценности, и все недостаточно образованные люди терпеть не могут подобное. Возможно, там вот решение кого-то, кого уважают, на самом деле, ничего не стоит. Да и, возможно, все то, что я говорю, вообще неправда, проверяйте информацию. Однако, к чему я это? Тема продуктов безвкусицы и вообще вещей, которые всеми приняты и считаются нормальными, хотя на самом деле таковыми не являются, кажется мне суперинтересной. Поэтому я жду от вас активности в комментах, а конкретно предложений, что вы сами считаете продуктом безвкусицы вот в вашей жизни. Приводите совершенно любые примеры, из этого всего я отберу, допустим, в 10, может в 15, хер его знает, сколько лучших, и сделаю следующий ролик про конкретные продукты безвкусицы, где я приведу примеры, как это получилось, что с этим делать и как это должно быть и как вам с этим жить. Вот, пиши комменты, ты знаешь, где кнопка подписки. Старые ройки, кликай. Это приятно. Как оргазм. Продолжение следует...